В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы вам расскажем в сегодняшнем выпуске. Вместе заодно. Сегодня вся страна отмечает День народного единства. В городах и районах республики прошли праздничные мероприятия. И лучшим есть куда расти. Аграрии из российских городов побывали на дагестанских сельхозкооперативах и изучили опыт местных земледельцев. Бескомпромиссные поединки за звание лучшего. В Шамильском районе завершился юношеский турнир памяти мастера спорта России Долгата Долгатова. Сегодня вся страна отмечает День народного единства. Мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате, прошли в городах и районах республики. Так, в Махачкале, на одной из центральных улиц около Русского драматического театра, была развернута концертная площадка. Пока на сцене выступали известные артисты и коллективы, волонтеры раздавали многочисленным зрителям и прохожим флаги Дагестана и России. Поздравил жителей республики и глава Дагестана Сергей Меликов. Дух единства и созидания, воплощенный в дивизии «Вместе заодно». Вот та несокрушимая сила, веками сберегавшая великую отчизну от всевозможных посягательств. Перед этой силой отступали враги, рушились попытки достичь своих корыстных геополитических целей, поставить Россию на колени, говорится в тексте. Поздравил дагестанцев с Днем народного единства и муфтии республики шейх Ахмад Афанди. Уважаемые братья и сестры, от имени сотрудников муфтията я от себя лично поздравляю вас с важным государственным праздником. День 4 ноября является не только праздником любви и уважения к родине, но и символом сплочения нации. Издавна недруги, как внутренние, так и внешние, пытаются нас ослабить, но наше единство и сплоченность препятствуют этим замыслам. В беде мы объединяемся и становимся самой сплоченной и непреодолимой силой, говорится в тексте. К другим темам. Дагестан привлекателен не только для туристов. Интерес к республике проявляют и лучшие аграрии страны. На неделе специалисты федерального уровня посетили регион. Научные деятели побывали на сельхозкооперативах и проанализировали опыт местных земледельцев. Кроме того, гости рассказали об инновационных агротехнологиях, которые можно применить на территории Дагестана для повышения эффективности используемых угодий. Подробнее в сюжете Патимат Ханаповой. У Дагестана хороший показатель в агросекторе, но, как говорится, всегда есть куда расти. В этом республике готовы помочь и специалисты ведущих профильных научных центров страны. Профессор Николай Зеленский уже несколько лет консультирует сельхозкооператив в селе Аксай. Хозяйство перешло на инновационную технологию прямого посева, что уже дает ощутимый эффект. Это позволяет нам в любых почвенно-климатических условиях, засушенных, улажненных, получать стабильные урожаи при очень низкой себестоимости. И самое главное, что эта технология позволяет сохранить плодородие почвы. Это, будем говорить так, мы заботимся не только о настоящем времени, о нас, но и о наших детях и правнуках, которым достанется основное средство производства. Аграрии села Аксай прислушались к совету профессора шесть лет назад. Они постепенно начали переходить к технологии нулевой обработки, что обеспечило кооперативу хорошие показатели. Во-первых, удалось исключить задержки по заработной плате, выйти на стабильный урожай и сократить расходы. Взялись шесть лет назад, когда он впервые начал не пахать. Это было и для министерства шокирующим, как можно не пахать и выращивать, получать урожай. И зерновое поле в этом хозяйстве еще глубже укрепился в убежденности, что выбрал правильный вектор земледелий. И сколько у вас сегодня площади обрабатывается по нулевой обработке? Вся полностью площадка. Услышите, вся площадь пашни, это сколько гектаров? Где-то у меня всего три тысячи гектаров. Орошаемые все, да? Нет, нет, не орошаемые. Вот как раз за влагу, он борется за влагу, от того, что дефицит, от того, что не хватает. Мы занимались бы орошением, но это кучу проблем нам создает. Делегация провела и встречу с дагестанскими земледельцами. Ведущие производители зерна из десяти районов республики приехали в Касавюртовский район, рассказали о своих успехах, проблемах и узнали от авторитетных российских экспертов, какие методы можно внедрить для улучшения своих показателей. У Дагестана очень развитый аграрный потенциал. И перед нами ставят задачи вовлечь его полноценно. И не опираясь на инновационные технологии, не опираясь на достижения науки, сложно его полностью реализовать. В этой связи Министерство сельского хозяйства и продовольствие предпринимает меры по установлению тесных связей между наукой и практикой. По итогам визита Министерство сельского хозяйства республики вручило почетные грамоты и участникам встречи за многолетний труд и большую работу по внедрению эффективных технологий в земледелие. По темам Ханапова, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Хасавюртовский район. Министерство по чрезвычайным ситуациям Дагестана отправило первую партию груза для участников специальной военной операции. Гуманитарная помощь была организована благодаря взносам неравнодушных жителей республики. На собранные средства региональный МЧС по заявке Министерства обороны России провел закупку целого спектра товаров, в том числе военное обмундирование и снаряжение. Согласно распоряжению Кабмина Дагестана, ведомство было определено ответственным органом на исполнительной власти по осуществлению закупок товаров для участников СВО. МЧС Дагестана тесно взаимодействует с благотворителями, органами местного самоуправления и всеми желающими оказать помощь мобилизованным. И о спорте победы хозяев ковра. В Шамильском районе завершился юношеский турнир памяти мастера спорта России Долгата Долгатова. Ежегодные соревнования собрали в районном центре в селении Хибда спортсменов из Гергебельского, Унцукульского, Хунзакского и других горных районов Дагестана. Подробности в сюжете Курбана Рагимова. Ему слово. Турнир памяти призера первенства мира Долгата Долгатова проводят с 2014 года. Семья, близкие родственники и хибдинская детско-юношеская спортивная школа сделали все, чтобы участники чувствовали себя максимально комфортно. Для них было предусмотрено питание, оригинальный наградной материал и денежные премии за победу. На торжественной церемонии открытия юных борцов приветствовали спортивные функционеры и представители районной администрации. На коврах местного дворца спорта идут упорные и бескомпромиссные поединки. Юноши из разных горных районов оспаривают золотые медали в восьми весовых категориях. Здесь борцы не только проходят обкатку, но и получают соревновательный опыт. И как в одном, все хорошо прошло. Организация, хочу поблагодарить всех спонсоров. Именно организатор, который все расходы на себя берет, отец покойного Долгатова, Долгатова, Магомед Долгатов. Сам тоже ветеран, выступал по ветеранам в борьбе. Очень такой болельщик вольной борьбы. Несмотря на юный возраст, спортсмены показывают зрелую борьбу. Каждая удачная атака встречается аплодисментами болельщиков, заполнивших арену. Не подвели и участники. Почти все финалы держали зрителей в напряжении. Самой конкурентной вышла схватка за золото в весе до 74 килограммов. Именно в этом дивизионе боролся Долгат Долгатов. А здесь представитель Гиргебельского района Магомед Идрисов оказался сильнее хозяина ковра Нурмагомеда Нурмагомедова. И все же натиск хозяев ковра борцов из Шамильского района в этот день остановить было сложно. Победителями стали Ахмед Исмаилов, Абдулла Гаджи Магомедов, Али Абакаров, Хиромагомед Амаров, Гусейн Магомедов и Ахмед Лабазани Ахмаев. А золотая медаль еще одного спортсмена Ахмеда Курбанова уехала в Унсукульский район. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Шамильский район. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Зен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Продолжение следует...